Привет, мой дорогой кинематографический друг! Приглашаю тебя разобрать шикарную рекламу Mabaha S-класс. Ну, погнали! Для начала послушай музыку. Она такая лиричная и одновременно эпичная. Что-то есть японская, очень эстетическая, такая богатая культура и при этом не выпендрёжная. Вот это через музыку они передают. В начальный кадр мы сразу видим... Меня лично загипнотизировала вот эта тряпка, которая так движется. Найден ритм. И стоит такой мужчина, они все в белом. Это высшая каста. У него две девушки его. Над ними так доминируя стоит. У него всё есть и даже две. Они играют, опускают вот эту заловку вниз. И сама графика такая, как детская уютная книжка из твоего детства сказочная. Сразу направляет тебя туда, расслабляет в детство. И мы видим богов, которые мы хотим с собой ассоциировать. Очень классный кадр простроен внутрь. Мы видим пространство и бесконечность. То есть, потребляя этот бренд Maybach, ты присоединяешься к этим богам. Ты присоединяешься к этой бесконечности. При этом они такие примоднённые. Немножко англические боги, но... В новой одежде, да, такой стильный. Опускается в некий храм значок. К вам сюда в презентацию. Пожалуйста, покупайте, присоединяйтесь к бренду. И графика очень классная, да. Какая-то 70-х, 80-х. Как советские вот эти фасады у нас на Осипенко. Тогда это трэш казался. А сейчас уже это в эстетику превращается. Потому что прошло время. Похоже ещё на Кира Балычёва, да. Что-то такое вот. Его мультики. Про его книгам советские. Тоже они тогда бессилет, них тошнило. А сейчас прикольно. И вот мы видим создателя. Такого гения-учёного, да. Его очки сверкают. Они создали этот шикарный Мэйбах. И ты тоже можешь к нему присоединиться. Ты тоже гениальный, если ты едешь на Мэйбахе. Это много. Потому что ты потребляешь эту гениальность. И она у тебя практически передаётся за счёт того, что ты приобрёл этот статус. Здесь видим все поколения. Здесь дети. Богатые просто молодые предприниматели или дети. И средние, и взрослые. И все здесь есть, все себя здесь найдут. Все они тут в этом шикарной среде гармоничные, да. И вот птица счастья тоже летит такая из книг. Тоже какая-то сказочность передаётся. Экологичность. Эта птица полетела, и она так. Вот эта вот Греция очень круто играет. И эпос сразу у нас в мозгу вызывает ассоциации эпоса, да. Вот он прям летит на этом прекрасном машине. Даже над миром. И тоже уютно, комфортно. Потому что мы уже рекламируем не качество машины. Это всё понятно. Мы рекламируем этот стиль, да. Это, типа, ты потребляешь это, и ты вот хочешь жить в этой культуре. Золота очень много. Приятный оттенок на Дне золотого неба. Переходы гармонические через вот эту зелень тоже экологична и приятна. Классный птицерический тоже мотивы, драматический. Заканчивается тоже так футуристично, что этот город висит. И при этом это вот что-то из детства нашей картинки. Видишь, классно очень 2D стилизовано. Это 3D под 2D. Это перекладка, потому что, конечно, эти рекламодатели могли позволить себе любое 3D. Но сейчас это уже пошло. Все устали просто от 3D. Когда всё крутится, вертится. А когда это вот так стилизовано, это тоже ассоциируется с детством. Как-то книги эти рассматривал, они вот так разворачивались, какие-то разворотные книги. Сделано под графику такую гуашевую ручных тех книг, потому что они, конечно, не были такие детализированные. И всё это, конечно, круто. Интересный такой колорит. В целом грязновато так всё это по пятну, да? Раньше было бы, да. Но сейчас, поскольку столько стилий перебрали, уже ищут более сложные оттенки. И вот это тоже. Вот на Кира Балачева мне прям очень кажется похож. Ну, еее! Дорогой кинетографист, подписывайся и делись комментариями. И как тебе наш обзор, и если что, повторим. До новых встреч!